всем большой привет решилась я снять свою большую коллекцию парфюмерии и уже точно года два или около того я не снимала ароматы по их брендам то есть сегодня мы будем смотреть все что у меня есть от иван я считаю что моя коллекция хоть и небольшая для коллекционера но тем не менее она имеет себе много раритетов то что уже снято с производства то что уже сложно найти и некоторые ароматы мне подарили девочки поделившись своим раритетом то есть у них коллекция оставалась у меня не было и они сами предлагали что свет давай мы тебе пришлем но трудно отказаться от того что может пополнить коллекцию и порадовать не только меня но и моих зрителей давайте смотреть будет все в перемешку но в целом я постараюсь от высоких флаконов к низким и если есть какие-то серийные ароматы я постараюсь их показывать вместе самые высокие в этой коллекции один из которых был мной куплен самый последний это пурбланка классическая пурбланка был момент когда я две пурбланки подарила у меня была классика с зеленой крышкой такая лимитированная версия и с синей крышкой и тоже я подарила парфюмы конечно мне бывает очень жалко но это то что я могу отдать если мне не подошло либо на данный момент это не моё но если я понимаю что через полгода в другое время года может мне подойти то я сохраняю то есть я храню парфюм года два и когда я понимаю что все-таки нет не моё что-то душат что-то преследует какие-то ноты тогда я отдаю и еще две пурбланки одна блажь у меня такая закончилась полностью и потом я ее заменила на новенькую и вот последняя новиночка приехала я ее купила сама лично это давайте покажу так название поближе не буду я тут ноты читать интересно что у пурбланки крышки она видите капли нет не отсюда вот отсюда каплевидная то есть само стекло по-другому крышку не от нее оденешь и они смотрят в разные стороны то есть друг на дружку не так что все прям вот выстроишь и они все в разные но в одну сторону как бы да нет смотрите они все какой куда смотрит из высоких у меня есть два summer white paradise и зеленый не вижу название очень мелко многие девочки хвалят с оранжевой крышкой прямо маст хэв многих я брала и передарила вот мне не подошел в этом году я делаю серебряные метки в прошлом году были черные если мы с вами будем их встречать черные мы будем удалять потому что я так отмечаю сколько за год ушло ну вот у меня всего два представителя но на самом деле кто собирает девочки в этой линейке мне кажется ароматов 6 могу конечно ошибиться тогда меня поправьте но я почему-то думала что 6 и на днях я только увидела что есть аромат боли зеленый по он такой или синий даже крышка вот как-то для мета было новинкой как будто я об этом не знала так сейчас покажу несколько раритетов посмотрите какая красота у меня есть тоже в свое время лет может быть 6 7 назад вот эти пройти были несколько флаконов шли прямо серии мне кажется даже флаконов 5 и вот мне не так давно людмила бирюзовая шкатулка поделилась некоторыми раритетиками и вот приехал вот это пройти в этом году я и пользуюсь может быть до конца конечно не использую но хочу прямо так вот хорошо с ней познакомиться и чтобы хотя бы полфлакона я убавила не люблю целые флаконы люблю когда они так видно что используется несколько флаконов я бы посчитала их знаете как на одной линии вот как например вот эти пурбланки они идут по ценовой категории может быть или по звучанию как-то на одной линейке также у меня есть тоже несколько ароматов которые бы я отнесла вот в одну линию иван флёр тоже мною горячо любимый аромат был момент когда я просто надышаться им не могла целый флакон истратила успела до того как его вывели приобрести себе новый либо мне по какой-то акции от иван достался в подарок но я естественно выполнила условия этой акции и успела еще один флакон здесь еще где-то вот так но сейчас берегу отставила но к нему тоже вернется рука жалко что иван безвозвратно часто выводит парфюмы но бывает что у них такие вспышки они возвращают на какое-то время ну а потом опять пропадает с флёр я бы на одну ступеньку поставила приму очень красивый флакон красивое оформление крышки как балетная тапочка не буду я ее название называть все равно перепутаю и вот такой он красивый тут тоже даже внизу такая грань красивый сам флакончик но то не называю потому что в принципе мы смотрим просто коллекцию от иван и сюда же также я бы отнесла альфа в прошлом году посмотрите как он у меня замечательно тратился сейчас я за кадром сотру метод собой есть спиртовой ватный диск и я стирать буду то что не нужно уже но вот в том году альфы конечно я тоже поливалась тоже градиент такой да как у флёр тоже можно сказать от желто-оранжевого только тут к бордовому а там красному вот такая альфа дорогая сюда же бы я отнесла attraction rush у меня есть вот такой аромат уже видно что в прошлом году сейчас я постараюсь сейчас я намочу постараюсь за кадром успевать очищать вот это вот все девочки кто-то мне писал что это так некрасиво зачем вы вот эти метки делаете ну я порадовалась видела что за год убывает все и в принципе можно стереть и снова красиво сладковатый вот все вот эти четыре аромата они такие свеже сладкие их можно отнести вот какой с какой-то изюминкой вроде есть сладость и есть свежести прямо вот какой-то слаще attraction rush например он может сказать вообще там нет свежести а вот в этих трех я бы наверное еще бы какую-то нотку такую свежести назвала дорогой тяжеленький в какой-то степени аромат премьер люкс у меня был я его отдала а вот премьер люкс голд блажь оставила себе но тоже вот за всю зиму я его поносила два раза даже метку которую я делала в этом году я ее нисколько не убавила потому что не очень незаметно тут написано название именно на крышке дорогой такой парфюм флакон у этого парфюма и интересно то что он смотрится как будто ретро аромат вот сам флакон как будто там с начала прошлого века мне по крайней мере он напоминает и куда-то уносит в прошлое хочу показать вам несколько таких уже не сильно высоких но достаточно высоких парфюмов которые возвращались не так давно они бы вернулись ненадолго мелькнули кто любил эти ароматы быстренько успели купить и успокоились то сделали себе запасы это тризель такой красавчик я сейчас вот так поставлю а потом пододвину следующее это на крышке по моему написано название я все время забываю он у меня тоже видите какой-то мере используемый был и стоит и также пешен дэнс по моему так называется вот такой ароматик тоже в прошлом году я немножко попользовалась но достаточно такой тяжеловатый он томный такой чувственной и поэтому его много не используешь хотя я знаю что когда-то когда он был новиночкой и многие девочки просто поливались настолько он нравился но для меня это все-таки такое что-то вечернее томное значимое из раритетика покажу два аромата которых у многих уже нет когда-то мне юля присылала в подарок эти два раритета и они у меня уже в коллекции около шести лет то есть не знаю сколько они жили у юли но может быть год-два и вот у меня они уже шесть лет когда-то вы его была вот такая красота я не знаю сколько их всего было у меня два может быть их всего было два у меня фам и вот буду тоже коверкать название так попробую я тут все поставить подальше так мне приходится обнимать камеру чтобы дотянуться но видно ростик у нас стал пониже да у флакончиков есть один флакон у меня в запасе благодаря подарку то есть мне так получилось что подарили целых два это силки soft mask я его открывать не буду но хотя не заслудировал но покажу вам еще два софта стираем вот один розовенький и второй желтенький вот так вот желтенький это то что вы видите вот здесь и розовенький или да по моему могу ошибаться но вот этот осилки тут лилу в общем вы видите я могу все равно перепутать название здесь ванилька приятная а этот более такой прямо свежий цветочный ароматик вот такие два далее давайте вам покажу тоже два раритета один из них мы с вами откроем потому что у меня ушел в пустые банки подобный аромат christian lacroix амбре и у меня был запасах коробочка тоже благодаря девочкам которые со мной поделились беру всюду она мне не нужно откроем с вами вместе аромат не повредив коробочку и вот он новенький при новенький красивый-прекрасивый очень хороший аромат у него толстая прямо такой плотное стекло и вот в этом году у меня такой аромат ушел в пустышки но потому что я знала что открою новый коробку я уберу и из этой же линейки у меня есть еще один раритетик который ко мне приехал тоже в посылке бежу тот амбре а этот бежу флаконы не похожи друг на дружку вот так они выглядят но мне кажется в christian lacroix еще были какие-то варианты забываю я но мне кажется были далее есть аромат свежести в прошлом году тоже я им пользовалась мне он от эйвен достался по-моему по какой-то тоже акции эйвен пюр пар пюр не знаю как правильно я опять могу набрать почему в врате некоторые на английский название английского у некоторых французская поэтому бывает неправильно как фам да все кто фэм читает кто фам ну если фам написано то это французский вариант женщина дано вот такой это свеженький из недорогих давайте таких мало высоких то уже осталось давайте еще один покажу раритетик я его хотела показать вместе вот пэшн дэнс тризель сенсуэль или как там я уж не помню название и вот селебре тоже я бы отнесла кто и линейки потому что это тоже аромат который эйвен вывел но на какое-то время возвращал и кто успел купил я тогда его приобрести успела уже когда он возвращался то есть более старые версии я не застала далее из раритетиков опять же у меня есть покажу где тут название spotlight вот столько его тоже такой граненый красивый свежий настолько вот свежий как будто брызги морские ранним утром вот ощущение что прохлада чувствуешь прохладу когда наносишь этот аромат либо носишь его далее давайте покажу еще несколько раритетов мы так их продолжим из платьев у меня есть в принципе только розовое маленькое розовое платье черное я вам покажу его осталось прямо еще на два-три раза можно сказать у меня из платьев больше ничего нет а вот розовое не возвращали хотелось бы чтоб его хотя бы на время вернули многие девочки по нему скучают и именно вот с этим ароматом у меня был случай когда за мной девушка по магазину бежала и спрашивала чем чем такой вот настолько приятный аромат от вас идет я сказала что это эйвен литл пинг дресс она просто остолбенела она готов в жизни бы не подумал я к этому ловом и сейчас что-то мега дорогое назовете я буду копить деньги оказалось все так просто вот так же тоже раритетик то что уже даже поискать не купишь это сити раш это единственный аромат который я сама купила у тех у кого он еще оставался у эйванских координаторов в наличии мне откуда там северного города он приехал то есть представляете и берегу время от времени использую тут граненые бока тоже было разное несколько вариантов в этой линейке у меня был еще розовый представитель потом розовый закончился и такой тоже был закончился и вот когда нашла уже стала беречь тоже аромат реа голд который из переиздавали это же переизданный пропал первые реа были вот с такими красивыми крышками просто вот очаровательные такие крышки очень насыщенный это наверно аромат вейван который самый долгий по звучанию ну или правильнее сказать один из самых вот стойких ароматов его будешь чувствовать вот на шарфик я наношу и обновляю через неделю это только зимой потому что он достаточно такой можно сказать тяжеленький шлейфовый большой дорогой в нем такой букет поэтому значимый значимый аромат далее давайте по цветным флакончиком пройдемся мисс мирайз у меня всего два мисс мирайз блэк это моя любовь и вот мистик амбр если правильно опять же читаю вот такие два мисс мирайз у них очень красивые крышки они отличаются друг от дружки но обе такие золотые черные тоже можно на свет просветить сколько там но они у меня практически полные в прошлом году мисс мирайз блэк я закончила и мне подарили еще один второй я покупала сама также горячо любимая у меня есть коллекция ароматов от фара вы один даже запечатанный еще gold потому что у меня такой есть открытый так куда мы gold поставим давайте его туда конец пока постоль пусть там завершает колонну и с него же начнем вот сюда строить вот он фаровой gold красавчик это сладкие ароматы кто любит чтобы вот прямо сладко было тогда это сюда вам infinity такие у них длинные шейки как у бедей и крышечки такие кисточки симпатяги фаровые конечно симпатяги и есть у меня еще один фара вы было и были еще но я их видимо подарила может быть когда был момент что я раздавала часть коллекции чтобы поделиться чтобы кто-то помог использовать вот было что я что-то отдала и гламур очень красивый дорогой такой флакончик из цветных но это уже раритеты опять же то что нет вы его инстинкт форби дэну был в желтом флаконе тоже видите с одной стороны такая грань ребристая поверхность а здесь гладенько такая в виде лодочки крышка красивый аромат и тоже подарок за который я очень благодарна потому что такое тоже сейчас не найти это аутспокинг пати ферджи аутспокинг мне нравился такой фиолетовый вот без золотой вставки вот просто очень нравился одно время потом я его приобрела в спрее по моему и мне он совсем не понравился не знаю как это произошло аутспокинг интересный аромат но не на каждый день то есть он вот на определенное событие то есть это аромат который вы можете и через год и через два и все как будто целый но при этом вы скажете что я им иногда пользуюсь то есть он не для полки не то чтобы на полке стоял для красоты но не часто тоже крышка такая она болтается немножко ну как тут слышать шумит как-то булькает вот так вот развернем уже как нам поворачиваются так еще нашла то что сейчас не купишь это butterfly для меня этот аромат вот просто какая-то вспышка в иван можно сказать аромат одного каталога он настолько быстро мелькнул и и пропал что ну очень удивило меня то есть обычно все равно аромат какое-то время мелькает этот очень быстро его практически не было в распродажах он мелькнул и и все и ушел навсегда и было это лет пять назад такой beautiful butterfly сразу вспоминается песня рогожина далее вы знаете я вам сейчас что покажу то что скорее всего у меня вот в этом месяце появится еще один флакончик это персив у меня классического нет я подружки подарила но у меня есть персив оазис и персив дьюм оазис мне он не сильно понравился но он очень понравился моей маме и она вот столько использовала и теперь он для меня как то чем пахнет мама он такой приятный он такой классный я его когда наношу у меня сразу ну так до слез прямо воспоминания что это мама и персив дью это свежий красивый аромат сейчас вышел новенький в пятом каталоге и я на него глаз положила хочу приобрести вот так что у меня будет три варианта таких ароматиков на самом деле очень красивые оформление у персива ну прямо загляденье такое их можно и боком поставить тогда красиво как кристаллики такие льдинки смотрятся и вот так вот стоячку хочу показать несколько ароматов которые для меня но не люкс конечно эйвен но достаточно дорогая линейка и по оформлению и по звучанию это два лака у меня лак и лак лави на самом деле их тоже три или четыре уже вышло у меня была мини версия фиолетовые что ли ну не сильно зацепила вот эти вот хоть и сладкий лак лави мне понравился больше но это красивые ароматы красивые флаконы приятные они чем-то перекликаются с фаровой по сладости то есть тоже такие достаточно сладкие дальше у меня есть два фама один фам к сожалению я вынуждена в этом году закончить видите он у меня тут уже с меточками это фам и фам айкон у меня был еще фиолетовый фам 10 миллилитров но он меня так не зацепил сильно чтобы я купила полноразмерку вам красивые фам айкон для меня еще красивей но у меня стала подтекать вот видите крышка это значит туда может попадать воздух и он может испортиться в любой момент как бы жалко не было я его истрачу вот видите не сильно я там все равно растягиваю хочу на этот год его растянуть но до лета все-таки истратить чтобы не испортился такой прекраснейший красивый аромат еще один граненые видите я по граненом пошла да это и в тру тоже интересный так тут тоже оказалась метка за кадром пытаюсь стирать их чтобы они были все красивенькие красивые свежие вот если вам видно то немножко зеленоватый до такой флакон интересно он звучит вообще из этой линейки у меня были мини версии но в основном это вот единственный аромат который из всей богатой линейки у меня есть этот каталог под рукой просто интересно что их на самом деле сейчас даже в каталоге представлен вон сколько именно этот вот цветочно-древесный аромат видно да вот тут но их немало даже так как они очень нравятся вот он тоже да видите 100 миллилитров их выпустили даже 100 миллилитров потому что многим нравится кто любит парфюмерию и его конечно же просится сюда же показать это иван life он хотя как бы самый обычный кажется вот флакон сам да кинзо но вот это вот звездочка на крышке очень красивая ходили споры кинзо такада только звездочку нарисовал или аромат придумал ну так я вот например до конца и не поняла да и какая разница мне аромат сам понравился далее тоже сюда же отнесу ее история вроде простой флакон здесь такой плоский он здесь кругленький этот уголок остренький здесь как камушек кругленький вот знаете ощущение что нашла на море камушек и вот его хочется гладить его хочется держать в руках и просто гладить вот эта красная трубочка мне кажется просто очарование какое-то лаконичная крышка которая дырявая самое обычное но флакон имеет какой-то вот мне кажется свой неповторимый шарм сейчас я этот ряд хочу закончить некоторыми парфюмами из линейки тта мы выстроим уже линейку впереди из всей вот этой богатой коллекции even collection я взяла только розетту потому что аромат розы меня пленил но вообще уже тоже большая богатая коллекция девочки которые коллекционируют ароматы even они выстраивают уже целые такие батареи из таких ароматов мне понравился именно этот но не именно мне может быть и другие понравились но я взяла этот потому что аромат розы периодически у меня всплывает я его люблю не скажу что всю прямо розу люблю но часто роза мне в ароматах нравится главное чтоб она по звучанию с чем-то пересекалась свеженьким здесь он как моноаромат нормально но если к розе добавляю что-то тяжелое например розы там и лилия до идет или что-то такое сложненькое уже по звучанию то меня скорее такая роза оттолкнет если роза со свежестью идет с какой-то например зеленый чай с розы мне просто восхищение вызывает так снова меточки стираем и это у меня череш череш у меня в мини версии 10 миллилитров был и розовенький но большую версию я не брала у меня череш вот есть только такой это два сейчас покажу еще один и если честно я бы наверное вот во флаконе оставила а вот этот бы скорее истратила потому что я стала больше ценить красивые флаконы и менее ценить вот такие вот мини версии пара мини версии мы еще поговорим пока я так сторонку оставлю потом я его поставлю давайте посмотрим что у меня есть из т.т.а. today tomorrow always а есть у меня естественно сам тудей это не первый у меня флакон этот аромат как и для многих легендарный кто его знал еще там вот когда он только зародился лет пятнадцать ему мне кажется если может быть чуть меньше но мне кажется даже побольше потому что будучи беременной у меня подруга им поливалась и вот тот момент как раз я вспоминаю у меня был токсикоз она поливалась и меня тогда от этого аромата просто отшибло мне казалось что он меня преследует подруга уйдет а меня еще там полдня тошнит и я лет пять не пользовалась потом им ну а потом уже конечно же все прошло и стала опять использовать с огромным удовольствием красивый очень красивый также у меня есть тумору в прошлом месяце 10 миллилитров был always он закончился я бы always повторила бы с удовольствием в нормальном уже формате но пока нет и интересно что always вот который был еще первый зеленый я его не тестировала но мне очень хотелось потому что когда он пропал только тогда я начала слышать девочек как они восхищаются какой он был прямо крутой красивый и замечательный но вот я не успела знаю что сейчас вышел красивый новый аромат зелененький такой девочки хвалили многие недавние тоже относительная такая новинка сели бред вот так он выглядит было время я берегла это потом был момент когда я отдавала какие-то заканчивала инблум я сама закончила амур закончила потом приобрела хорошо успела когда были было была возможность ну и сейчас амур тоже пока представлен в иван вот он красивый вот он мне шанель шанс напоминает один из шанелей шансов там много у шанель один напоминает и у меня еще есть сердце которое сейчас у меня в использование но мне не хочется когда красноца его использовать потому что и аромат красивые звучит он прямо оригинально но сколько-то по использую еще хочу им сейчас именно поливаться это все что у меня есть из тта не густо конечно всего пять ароматов но я их горячо люблю так не показала мой шарик хотела вместе с черришь показать но покажу сейчас так активно оттираю бачок от инкадесенс у меня был 30 миллилитров кто смотрит мой project pen ароматный тоже стал подтекать как и фан пришлось его использовать активно в любом случае 30 миллилитров я решила не сохранять такие флакончики я их буду убирать из коллекции но вот такие конечно красавчики мне очень нравится лотос красиво звучит мне он нравится и нравится в очень тоже в каталог иногда листаю посматриваю какие есть название давайте его уберу на больше больше мне мешает чем помогает и насчет 30 миллилитров вот у меня их сколько вот он little black dress дети в этом году я его уничтожаю и не потому что 30 миллилитров очень нравится вот просто знаете такое чувство что всю жизнь имела и не слышала его красоту а вот в этом году так зашел что вот выдыхала бы и вдыхала то есть это аромат который если бы вот у меня не было коллекции я бы один из первых тоже бы приобрела также у меня есть форовый самый первый форовый то есть вот тут три и вот первый четвертый да у меня получается в коллекции viva lavita тоже было 10 миллилитров просто буквально там чуть ли не за месяц на себя вылила приобрела 30 миллилитров но вот он как-то так быстро не пошел пока стоит но я думаю что он у меня тоже уйдет вместе но и получается вот сейчас четвертый черришь не знаю не то я буду продолжать использовать кругленький но у меня есть коллекции получается вот такой не очень мне нравится что в таком формате парфюма дитя не как братья братья акробаты одинаковые ну и что еще у меня есть от эйвон а есть у меня вот такие две таблеточки красивые и вы знаете что тут интересное то что это очень бюджетные ароматы с достаточно красивым звучанием они не не звучат дорого но они звучат красиво их обновлять приятное и посмотрите какие милые флаконы это такие мне кажется летние позитивчики которые вот с собой куда-то в дорогу даже взять и полочку украсят и отпуск помогут провести и не будут душить например если бы на юга куда-то возьмете в общем вот такие два красавчика также у меня есть кофе сейчас я вам ради китиков несколько покажу так не прыгай айлав пульс на ты иван это половиночка мужская есть половиночка у меня у сына парный это аромат и вот этот женский также вот такая история есть еще мужской вариант тоже ее истории смотрите какая тоже красивая такая ну дорого да выглядит прямо для не очень дорогого аромата выглядит достаточно дорого флакон красиво так куда мы его сюда есть тоже парный аромат мужской есть и женский такой кругленький не буду произносить название и бифан вот этих ароматов было наверно штуки 4 у них был разный дизайн какие-то тут вот в полосочку были какие-то белочерную такую зеброчку вот у меня в крапинку и у них на трубочках написано его с оранжевой крышкой это свежий красивый такой аромат и тоже звучит он недешево хотя достаточно он такой бюджетный был в свое время и два последних ароматика от иван сейчас я местечко даже ему освобожу больше я не видела вы его ни разу вот ароматы в каких-то вот таких вот подобных флаконах если вы помните расскажите love пульс форме сердечка и лежит она вот так вот на полочке очень симпатично его нельзя не поставить никак вот больше только вот так положить красивый аромат но достаточно такой томный на каждый день не подойдет но в то же время достаточно интересный и всего один у меня 10 миллилитров остался все остальные я из коллекции тоже вывела это реа флауэр ночная ночной цветок орхидея по моему до ночной орхидея вот такой вот еще последний флакончик от иван это вся моя коллекция ароматов от иван даже как вы видите есть повторочки по крайней мере вот soft mask far away и один из черришь но я рада очень рада что у меня есть такая коллекция что-то пополняется это ароматы который я всегда отслеживаю в каталогах новинки иван я люблю ароматы 95 наверное процентов мне скорее аромат нравится чем не нравится наверное я загнула 95 есть пробники которые я например приобретала но не решила покупать потому что как бы не зацепила но так чтобы вот оттолкнула чтобы вот вот прям вот конкретно оттолкнула вот хорошо если пять процентов вот в целом ароматы иван для меня достаточно красивые то что мне нравится и мне подходит напишите что есть у вас из того что я вам показала с чем вы согласны с чем не согласны какие бы ароматы хотели иметь например пять ароматов какие бы вы вот назвали ароматы чтобы у вас точно были или хотели бы чтобы вернула иван вспоминаете вот не один год прошел а вы все еще вспоминаете хотите его вернуть мне будет очень интересно буду ждать ваши комментарии буду готовить следующий ролик с парфюмами раз уж я начала так потихонечку покажу все что у меня есть такими коллекциями и буду прощаться всем хорошего настроения всем пока